Здравствуйте! Я Елена Конева. Приветствую вас на канале 7 дач. И сегодня речь пойдет о пикировке томатов. У этой процедуры есть и противники, и сторонники. Причем их примерно поровну. Основной аргумент противников пикировки состоит в том, что корневую систему растения нет нужды тревожить. К тому же пикировка хоть и не сложная процедура, но требующая времени и усилий, а занятым людям желательно упростить выращивание рассада. Сторонники пикировки замечают, что после этой процедуры корневая система томата увеличивается, растения становятся мощнее. К тому же есть возможность отбраковать слабые сеянцы. Я, честно говоря, нахожусь где-то посередине. Основную массу томатов выращиваю с пикировкой. А те семена, что достались мне по 2-3 штуки, сеют сразу в стаканы. В предыдущем ролике я показывала, как это делаю. Ссылочка на это видео появилась сейчас вверху экрана. Давайте сразу и посмотрим на эти растения. Вот, например, в этом стакане взошли оба семечка. Очевидно, что один сенец нужно убрать. Его нужно выщипнуть или обрезать. Выдернуть нельзя. Здесь тоже примерно так же. И, кстати, обратите внимание, что растение тоненькое вытянулось, хоть и росло под лампой. Но этот сорт сладкая девочка. Я его уже выращивала. Это растение само по себе индетерминатное, очень активно растущее и тонкостебельное. И рассада с самого начала отличается. Вот второй сеянец я убираю. Эти растения нужно заглубить так, чтобы по всей длине стебелька образовывались новые корни. Вот я его засыплю. И теперь эти растения нужно полить. Заранее я их не поливала, как вы, может быть, заметили. Вообще, с поливом томатов нужно быть аккуратнее. Лучше земля пусть немного подсохнет. А вот еще пара растений. Конечно, будь они бассейны в массе, я бы их отбраковала. Но их у меня было по одному семечку. А дно проросло очень странно. Практически не было семидольных листиков. Но я его оставила. И вот они начали отрастать. То есть точка роста там была не нарушена. Это растение тоже выглядит не ахти. Тем не менее, я с ним еще понянчусь. Теперь посмотрим на семицы в общей плошке. Они как раз готовы к пикировке. У них отросли по два настоящих листочка. Их я рассажу вот в такие горшочки. Сходы очень дружные. Отбраковывать почти нечего. За пару часов до процедуры пикировки пассивы нужно умеренно полить. Так, чтобы почва была влажная, но не грязь. Насыпаем понемногу грунта в стаканчики. Чем-то подходящим, типа ложечки или палочки. Поддеваем сельниц. И пересаживаем его в стакан, заглубляя по семидольные листочки. Очень желательно при пикировке не хватать растения за стебель. Во-первых, этим мы обламываем волоски на стебельке. Во-вторых, при неаккуратных манипуляциях со стебельком его можно просто элементарно пережать. И растение может необратимо пострадать. Я даже читала, что какие-то были исследования и обнаружено было, что температура стебелька и температура наших пальцев они настолько сильно отличаются, что у растения может быть тепловой шок. С другой стороны, томаты растения очень живучие. Я немного сомневаюсь в необходимости вот таких нежностей. Но, тем не менее, лучше растения придерживать за листья. И растения поливаем сразу. Потом, по необходимости, нужно будет сверху подсыпать земли, потому что она осядет сейчас. И так же поступаем со всеми остальными томатами. Первую подкормку нужно сделать через 10-14 дней после пикировки. Я обычно использую комплексное удобрение. Потом подкармливаю, глядя на состояние рассады или примерно раз в 10 дней. Важно растения не перекормить азотом, а то получим пышную зелень, но не она же цель наших стараний, а плоды. Полив томатов должен быть умеренным. Лучше почву немного подсушивать, но ни в коем случае не заливать. Распикированные томаты нужно на пару дней убрать с прямого света. Я их обычно оставляю на полу. Конечно, если у вас пол очень холодный, то так делать не стоит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал 7 дач. Задавайте вопросы в комментариях.